Продолжим выпуск. Все мы знаем, как Китай изолировался в пандемийный период и в посткоронавирусный мир. Китайский лидер свой первый визит совершает в Казахстан. На этой же неделе саммит шоу с Шанхайской организацией сотрудничества. Там у Си Цзиньпина переговоры с Путиным. Ожидается, что на ближайшем съезде коммунистической партии Си изберут на очередной срок. Еще не остыли страсти по визитам американских чиновников на Тайвань, а первая зарубежная поездка за последние два года в Астану, в Казахстан. Это месседж всему миру. Центральная Азия – зона стратегического партнерства Поднебесной. Диалог о Сымжимарте-Токаеве и Си Цзиньпине утрап самолета начался с соблюдения политесса, с разговоров о погоде. Казахстанская прохлада пришлась по душе китайскому лидеру. В Пекине на момент визита было около 30 градусов жары. Приветственный диалог вели на китайском. В аккорде за столом переговоров, разумеется, каждый на государственном, но об одном – о взаимной поддержке и прочных связях на протяжении вот уже 30 лет. Символично, что ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот короткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив. Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности. Твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития. Категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны. Это заявление о намерении поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности и есть то новое в отношениях двух государств. В то время как экономическое сотрудничество наши страны развивают давно и успешно. К примеру, только за 7 месяцев этого года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 13,5 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила 9 миллиардов 700 миллионов долларов. Причем экспорт в этом году даже превышает импорт. Мы стали продавать больше нефти, медицинка, урана и подсолнечного масла. А больше покупать комплектующих для автомобилей и тракторов, электрогенераторных установок и установок для кондиционирования воздуха. Объемы поставок других товаров сохраняются примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Кроме того, большие ставки, особенно сейчас по понятным причинам, Китай делает на транспортно-логистические отношения с нашей страной. Особое внимание Транскаспийскому коридору. Проходимость грузов, через которые с начала этого года, возросла в 7 раз. Но для того, чтобы этот маршрут стал работать во всю мощь, необходимо наладить дела в портах Актау и Курык и на контрольно-пропускных пунктах. И если раньше Китай заявлял в основном об экономических интересах в Казахстане, то теперь риторика меняется. Фокус смещается на обеспечении безопасности. Это сообщение исходит из январских событий в Казахстане, когда китайское правительство, руководство оказалось в таком положении, что оно не знало, что происходит в стране. И осознало, что оно фактически безоружно защитить свои инвестиции за рубежом. Си Цзиньпин говорил и вслух на встрече с президентом, и в опубликованной статье в «Казахстанской правде» он отдельно абзац посвятил вопросам безопасности и сотрудничества между вооруженными силами и спецслужбами. Заявление о поддержке Казахстана со стороны Китайской Народной Республики подчеркнуто еще и тем фактом, что это первый зарубежный визит Си Цзиньпиня с начала пандемии. Эксперты объясняют это не только двусторонними отношениями, которые, как сказал китайский лидер, за 30 лет стали крепкими, как скала, но и геополитической напряженностью. При всей своей экономической мощи Китаю на фоне накладываемых Соединенными Штатами с санкциями необходимо укреплять свои позиции в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане. В целом для Казахстана это открывает как возможности, так и возможно некоторые риски. Казахстану в дальнейшем теперь нужно выстраивать дальше свою многовекторную политику с учетом растущего влияния Пекина в регионе. И чтобы не попасть в стопроцентную зависимость от Китая, нам нужно еще работать и в других направлениях. В принципе, Казахстан следовал этой политике всегда. Вот эта последовательность, что никто от Казахстана во внешней политике не ожидает никаких эксцессов, никаких вывертов. Мы очень предсказуемы, понятны и, самое главное, миролюбивы. Этот трек очень важно продолжать. Соответственно, от Китайской Народной Республики мы также видим вот эти посылы. Принимаю внимание послание президента, в котором он объявил о том, что он сокращает срок своих президентских полномочий и идет на новые выборы. Визит Цзиньпиня, такой знаковый, очень яркий, тоже можно рассматривать как определенный символ очень важной поддержки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok